То Бог ель, яко Бог наш. ПЕСНЯ Друзья мои, 21 сентября в среду мы с вами празднуем день рождения. Замечательный праздник, день рождения, он дорог для каждого человека, потому что сколько бы лет ни было, но всё равно в этот день человек пришёл в этот мир. А 21 сентября день рождения у Пресвятой Богородицы. Этот праздник ещё называют Рождество Пресвятой Богородицы. Представляете, какой удивительный и большой праздник мы с вами отмечаем. Именно об этом мы сегодня и поговорим с протеереем Виктором Никитиком. Отец Виктор, будьте добры, 21 сентября, большой праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот праздник открывает Богородичные праздники, которым количество большое достаточно в православном календаре. И вот этим светлым праздником открывается не только Рождество Пресвятой Богородицы, но ещё и престольный праздник нашего кафедрального собора, который назван в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Будьте добры. Итак, Рождество Пресвятой Богородицы. День рождения. Рождество Пресвятой Богородицы – это действительно величайший праздник. И мы знаем, что это особенный праздник и особенная радость для каждого из нас, потому что и Церковь успевает в своём тропере об этом празднике, что радость этот праздник всей Вселенной возвещает. И действительно, священная радость возвещает, потому что рождается в мир та, которая уместила невместимого, которая является духовной зарею для того, кто даёт нам свет, для Солнца правды, для того, кто дарует нам спасение всем. И, конечно же, чтобы легче было воспринять, понять, какая это радость, мы на простых примерах видим, как вот встаёт эта заря, когда ещё только вот с темноты утро начинается, дня ещё нету, но уже лучи пробиваются, и с этой зари начинается просыпаться всё, начинается новая жизнь. И так точно, как и каждый из нас утром просыпается и начинает радоваться тому, что начинается день, начинается восходить то Солнце. Так радуемся мы особенно, потому что понимаем, что рождается Великая, рождается Пресвятая Богородица, рождается та, которая и сама родила этот свет правды, эту истину. И, конечно же, успеваем и в песнопениях особенно. Успеваем молитвы к Богородице, потому что понимаем, что через неё только и возможно нам понять Христа и принять ту истину, которую Он принёс наш мир. Когда родилась Богородица, тогда мир находился в тяжком грехе. Тогда множество народа было в язычестве, и которые не могли глубже уходить в ту яму греха, в которой мир уже находился. И только действительно эта надежда рождение Пресвятой Богородицы даёт, вселяет особую веру, что не пропало ничего, что не кончается жизнь, что не даруются новые. И это как раз спасение нашей души. Мы видим это, потому что действительно через Рождество Пресвятой Богородицы открывается надежда нам на спасение. Исчезает эта клятва, которая дана была от Бога. Прерывается смерть, даруется жизнь вечная. Вот что важно есть для нас всех. И действительно, если в то время и оставались ещё люди, которые исполняли закон Моисеев, которые и чтили закон Господа, то и те только множество чтили устами, внешне исполняя этот закон. А как говорил пророк Исаия, что сердце далеко их оставил от Бога. И на пике того всего, в том тупике уже нравства духовного падения рождается миру преблагословенная владычица нашей Богородицы. Вот поэтому особое ощущение, особая радость и тогда пребывала не только с родителями Пресвятой Богородицы, но со всем миром. Потому что действительно даруется надежда на спасение. И мы в церкви воспеваем особые почитания, воздаём и родителям Пресвятой Богородицы, потому что Яким и Анна действительно через всю жизнь прошли тяжким крестным подвигом бесчастства, моля постоянно, прося Бога, чтобы даровал им дитя. И уже на старости лет своих Ему Господь дарит такой дар. Дарит им ребёнка. И не просто, а дитём, которые являются наивысшим среди всех матерей, которые являются кивотом для святыни, для божества. И, конечно же, мы молим у этих родителей, также молим, чтобы они молились за нас, чтобы мы действительно в них приняли то терпение, смирение, которое они несли в себе. Нам представить сейчас на секунду то, что даже Пресвященник не принимал от них дар в храме, потому что считалось очень грешным тот род, который не имеет детей, который не имеет чад своих. И это всё надо было им претерпеть, принести. И также и рождённая ими Пресвятая Владычица нашей Богородицы со смирением и терпением проходила этот путь и нас научила слагать в сердце своём всё Слово Божие. Мы обращаемся особенно в этот праздник, особенно обращаемся к Пресвятой Богородице, чтобы она развеяла тот мрак, который и сейчас в нашем мире, мрак греха, мрак уныния, мрак злобы, ненависти, чтобы пробились эти лучи солнца, чтобы мы действительно увидели свет Христу, свет истины, свет правды. И к этому свету и шли, потому что это есть наше спасение. И, конечно же, особенная радость для нас, для Николаевской всей епархии, потому что у нас кафедральный собор назван в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Поэтому особенное празднество, особенное моление в этот день совершается. И особенное, конечно же, обращение к Пресвятой Богородице. И мы верим и знаем, что особое покровительство нашего города и нашей епархии от Пресвятой Богородицы. От этого праздника, вы говорили правильно, что и начинаются все остальные праздники года, целого круга. Потому что действительно церковное новолетие как раз с сентября и начиналось. И вот как раз с 14 сентября, это по новому стилю, по старому стилю, 1 сентября. И начинается круг этих праздников, годовой круг. И как раз начинается с этого праздника Великого Рождества Пресвятой Богородицы. И этот круг не только богородичных праздников, но и всех праздников, которые есть у нас в году, у нас в церкви, в нашей Босслужебном круге. Отец Виктор, вы говорили, что Пресвятая Богородица родилась для того, чтобы рассеять мрак, для того, чтобы родить Спасителя мира. И все это время как бы и света больше, но и мрака не меньше. Почему? Все зависит от нас самих. Потому что мы знаем, что и Божья Матенькая, Господь наш Иисус Христос, все, каждому страшнейшему и наибольшему грешнику радуются, если он обернется только к ним. И заботятся о том, чтобы спасти каждого человека. Но зависит все от нас. Еще как мы сами желаем этого. Как мы хотим того, чтобы изменить свою жизнь. Как мы хотим, чтобы что-то у нас поменялось. Больше всего мы стараемся находиться вот так вот, чтобы нам было удобно, чтобы нам было комфортно в этой жизни. И поэтому и все постараем только так, чтобы для себя это устроить. Но не думаем о том, что она своим примером показала и нам всем заповедала. Что она слагает в сердце своем Слово Божие. Она слушала Христа и слагала эти слова сам в своем сердце. Так и нам прислушиваться к этому Слову. И слагать в своем сердце. И пронести через все это. Но еще этого не дошли до этого. Хоть и стремимся, но не имеем еще такое важнейшее исполнение задачи, которые поставила и Богородица, и Господь для нас всех. То есть у каждого человека есть к чему стремиться? Всегда есть, конечно. Мы всегда стремимся к совершенствованию. Мы всегда должны стремиться к этому. Если человек стоит на месте, он не стоит на месте, он падает. Поэтому необходимо всегда заботиться о том, чтобы только совершенствоваться. Каяться в своих грехах, просить прощения у Господа Бога и изменить свою жизнь. Потому что покаяние – это есть изменение своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok